Эй, йоу! Здравствуйте, Буврумыч! Начало нового года, 2023-го, сервер Камбэк ПВ-136, и мы подводим итоги месяца. Плюсом, плюсом, так как сводкам уже моим больше года, наверное, я ими занимаюсь, мы сравним сейчас нынешний онлайн, нынешнюю экономику сервера Камбэк ПВ-136 с экономикой, которая была год назад, ровно в декабре. Сейчас быстренько вам покажу, что у нас по обновлениям здесь вы увидите, да? Так, еще, кстати, надо мне переехать немножечко. Переехал я немножечко наверх. Два обновления у нас было в декабре, это 2-го декабря, там незначительные правки, и новогоднее обновление 22-го декабря. Смотрим, прыгаем в нашу любимейшую табличку. Смотрим, смотрите. Онлайн. Давайте сравним еще с ноябрем. Начнем с ноября. Здесь у нас было открытие 1-4-6. Кто-то бы говорил, что 1-3-6 умрет, все дела. Онлайн. 2-100, 2-300, 2-2-400, 2. Дальше, декабрь смотрим. Здесь, соответственно, обновления. 2000 онлайна сразу же на следующий день. Какая она стабильная! Какая стабильная версия! Просто, ну вы смотрите, просто обновление выходит на следующий день к вечеру. 2000 онлайна. Стабильненько! Коты и, в принципе, родной онлайн. То есть фанаты 1-3-6 здесь играют, играли и будут играть. Здесь, соответственно, подготовка к праздникам и так далее, да? Смотрим. Соответственно, кто здесь что умер, я не понимаю. Я этого не понимаю вообще. Дальше, давайте смотрим в декабре. Что у нас было в декабре по онлайну? Что вы просто поняли масштабы? Смотрите, декабрь. Второй месяц сервера. Ну то есть ноябрь, условно, 20 ноября открывается сервер. То есть по факту декабрь, это спустя 10-11 дней. 10-11 дней. Онлайн был 2 900. Тут были обновления еще, плюс 2 200. 2 800 котов было в разы меньше. Естественно, было больше такого онлайна. Ну потому что это был старт сервера. На старте сервера был такой онлайн. You know? Вы представляете? Вы думаете об этом? И сейчас, спустя год, онлайн такой же. Ну типа, да, котов больше. Но по факту, там был новый сервер. Новый сервер, на который все хотели идти. Это спустя год. Если что. Да, вспомните голду. 20 тысяч голда на старте. Уже под конец 40. И смотрим мы здесь. Спустя год. 180. Скуп 160. 170. 180. Да, уже по 200 продажа. По 200 подходит продажа. Но здесь были сундуки. Новый год. И все такое. Ноябрь. В ноябре как раз пошла тенденция роста голды. Так что здесь, в принципе, она и продолжилась. На 200 закончили мы тот год. Я думаю, 200 это прям стабильно. Миражи. Декабрь. Вспомним декабрь. Миражи. 23 тысячи. Только миражи начали появляться. Ну ладно. Ладно. Они не начали появляться. По факту там просто появилась катабаза. По которой мы наконец-то смогли отслеживать миражи. Потому что катабаза появилась вот здесь. В середине декабря. Соответственно 20. 30. Смотрим здесь. 36. 33. Ну, миражи, очевидно, сейчас попадали в конце. Потому что ввели сундуки. Там очень много миражей попадало. Но, в принципе, цена та же самая. Вообще не меняется. Сюда смотрим. Ноябрь месяц назад. 33. 36. И я в шоке. Я в шоке, честно. Я не видел эти цифры. Я сейчас впервые смотрю, что здесь вообще происходит. Обрывки. Обрывки у нас здесь 7. 14, условно говоря. Да. От 7 до 14. Распрыг. Смотрим декабрь. Декабрь у нас. Да, так же. Только без селезских вот таких скупов и продажей. Десяточку держат. Смотрим декабрь. Ну, декабрь, конечно, они дорогущие были. Конечно, они были дорогущие. Люди там бог паньгу фистером собирали и так далее и тому подобное. Поэтому трактаты были в цене год назад. 100%. Здесь небольшая, кстати, сводочка. В декабре было не так много артефактов. Много вот что мы добавили. Золотое яечечко. Яечечко. 600. Так, 500 стартует. 500 также закрывает месяц. В предыдущем году. В предыдущем году. В предыдущем месяце. 400. 500. То есть, в принципе, то она то и выходит. Ну, золотые яйца растут. Сейчас. Сейчас уже чуть-чуть. Блин, она очень медленно, эта версия. И она вот прям. Прям вот так чуть-чуть потихонечку растет. Голда растет. Всякие вот эти финальные расходки. То есть, золотое яйцо это что? Это шары дракона. Шары дракона это что? Это финальный круг уже твоего персонажа на 1.3.6 версии. Поэтому он тихонечко подтягивается. Как на мейне подтягивались мечи, ордена, печати владыки. Так и подтягивается здесь золотое яйцо. Свадебные конфеты. Смотрим здесь у нас даже в какой-то момент он там в потолок. В потолок куда-то конфеты по 600 улетели. А так, в принципе, открываем на 400. Смотрим 400, 300, 400. Смотрим ноябрь. Ноябрь. 300, 400. Вот 400 как раз оно здесь и пошло. В моментах, да, по 350. Здесь таких моментов уже нет. Хотя нет, вот были вот по 350. Да те же самые цены. Спустя ровный месяц повторяется то же самое. Экономика святая просто на 1.3.6. Свадебные конфеты здесь. 250. Ну она тут скачет, скачет. Она только туда-сюда, туда-сюда. 200к, ну это не стоит обращать внимание. Эта свадебка была как раз со свахи. Со свахи. Но их не так много на сервере, как, например, тех же нашивок. Нашивки год назад стоили 150, 250. Вот это помните, да? Вот эти вот золотые времена. В ноябре. В ноябре мы смотрим. Стартанули в 410. Ниже 400 мы не опускались. Было в моменте 514. Смотрим декабрь. Что у нас тут? Оп, 400. Открываем. Ниже 400 не было. В пике 580. Стабильность! Стабильность! Никаких сильных провалов особо где-то тут. Вот подскупили, подлетело, упало. Держится та же самая цена. Вот за что можно любить реально 1.3.6? Это просто за ее экономику. Ну, полиматериалы странно, что они очень сильно падают. Ну, полиматериалы, опять я повторяюсь, привязаны к голде. Голда здесь росла, и здесь полики росли. Здесь как-то она начала чуть-чуть даже просаживаться. Ну, демпят, демпят. Что поделать? Демпят. Ну и пелена. Давайте пелену. Посмотрим. Ноябрь. Пелена в ноябре у нас стоит 100 тысяч. Падает до 82. Смотрим в декабре год назад. Пелена стоит 60-80. Ну, она так, она так, как бы... Это как раз левелы тогда подходили только к Кыниевским. Все более-менее крафтили. Небонятная была цена на пелену. Сейчас она уже давно сформировалась. И пелена у нас 80-60. 80-60. Вот так, оп-оп. Волнами. Прям волнами вот так. Хоп-оп-оп-оп-оп-оп. Туда-сюда улетает пелена. Но ниже 70 она не опускалась. Что здесь у нас было в месяц назад 80. Пелена падает немножечко, потому что все уже выходят в финал гир. Иксовые ресы. С иксовыми ресами происходит, конечно, веселая штука. Совсем. Потому что финал, шмот везде. Ну, то есть, как вы видите, никаких обвалов нет. Идет только наверх. Идет, 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 идет. Оп, наверх. Скупили. То есть, вот так вот, да? Дальше здесь то же самое. Здесь то же самое. Вот. Кремль поднялся. Но потом держится просто в фулл месяц на стабильной одной цене. Здесь то же самое. Ну, вот лапа. Лапа, кстати, упала. Лапа 30. А что в ноябре было с лапой? А лапа 39 поднялась. Ну, и она вот здесь, да, она была, смотрите, 34. А здесь... Ну, это, в принципе, разброс-то не сильно большой. То есть, там, 39-29 в конце месяца. Камень грез. Камень грез. 39. Здесь на сторте стоил 40. Потом спрос чуть-чуть повысился. Потом уменьшился. То есть, разброс даже резов. Ну, то есть... Хотя вот здесь нехваток. Но как стартанул, так и это кто-то рынок, видимо, хотел сломать. Либо еще что-то. Какой-то ремень. И последнее, что меня интересует, это эмблема Бесстраша. Давайте эмблема Бесстраша. 79. А! Ну, это, это, это привет сундукам. Жаль, что я собрал дзия. Потому что я покупал эмблемы по сотке. Блин, они уже в катах. Я пытался скупать по 60, по 70. Мне еще не хотели продавать. А здесь в катах просто по 70 стоит. Классно, круто. Круто, классно, конечно. Здесь вот падал до 90 максимум месяц назад. Ну, и год назад их вообще, в принципе, особо не было. В общем, такие, такая вот история. Железная экономика. 1.3.6. Срегистрируйтесь по реферальной ссылочке, которая находится в описании. И играйте, наслаждайтесь. Спасибо большое за просмотр. С тобой был Врум и Челес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok